Причину взрыва газа выясняют в Алматинской области. Погибла женщина. Ее муж получил тяжелые травмы. Дом семьи полностью уничтожен огнем. Для проживания строение теперь непригодно. Двое детей с отцом остались на улице. На месте ЧП сегодня работал корреспондент КТК Денис Брагин. Жительница села Еркын Еркижан-Алеева не может прийти в себя. Накануне она похоронила мать. Женщина погибла при пожаре в собственном доме. Когда пожар начался, когда она стала уже гореть, тогда она кричала «помогите». Пожар начался сразу после мощного взрыва бытового газа. Его провели в дом в пятницу вечером, а ближе к ночи случилось ЧП. Дочь погибшей настораживал странный звук, но на него не обратили должного внимания. Когда я пришла с улицы, зашла домой, был какой-то звук. Братишка спросила у мамы, что за звук. Она сказала, что звук от газа. Установили газ, счетчик работает, из-за этого звук. Мы с братишкой в мою комнату зашли, включили свет. Потом как-то ощущалось, как землетрясение. Вот эти стены все упали, и оттуда мы вышли. Братишка меня вытащил. Хозяин дома попытался спасти жену, но потерял сознание от угарного газа. На помощь прибежал сосед. Он успел вынести из огня главу семейства. Между калидором и кухней рядом мужчина лежал. Не лежал, сидел. Голова кружилась, не знаю. Она сидела, я сразу захватил. У меня времени мало было. Захватил и вытащил на улицу, чтобы дальше соседи, остальные, которые пришли, они дальше забрали. Дом построили два года назад, говорят соседи. Ничего плохого за жильцами не замечали. Они планировали подключить газ до холодов. Раньше семья пользовалась баллонами и топила печь. Хлопок произошел на кухне. Взрывной волной полностью разрушила зал. Остальные комнаты сгорели. По словам родственников, в доме находились супруги с двумя детьми. Женщина скончалась на месте. Мужчина сильно пострадал. Погибшей было 55. 48-летний глава семейства до сих пор в больнице. У него множественные ожоги. Но жизни уже ничто не угрожает. Проблема заключается в халатности. Рабочие пришли, сделали, сказали готово и ушли. Если утечка, не проверяли. Оказывается, внутри дома скопился газ. Но мы не знали, что он витает в воздухе. Подключением газа занимаются сотрудники частной компании. Ее представитель рассказал, хозяева попросили специалистов выполнить только часть работ. Никаких ошибок со стороны рабочих не было, утверждают в организации. Хозяева попросили наших рабочих только подать газ в плиту. Сказали, остальное сделают сами. На утечку проверяли. Никакой утечки там не было. Газ ниоткуда не выходил. По предварительной версии спасателей, взрыв прогремел из-за утечки газа из баллона, который находился в доме. Точную причину трагедии эксперты установят в течение 10 дней. В сельском Акимате заверили. Там делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим. Полицейские завели уголовное дело. Расследование уже началось. По результатам проверки будет вынесено решение суда. Финансирование из бюджета в такой ситуации не предусмотрено. Поэтому рассматриваются частные спонсоры для оказания помощи семье. Мужчина и двое детей, которым 13 и 20 лет, остались без дома и самых необходимых вещей. Пока отца не выпишут, сестра с братом будут жить у родственников. Денис Брагин, Ержан Еркембеков, КТК, Алматинская область.